привет всем моим подписчикам и всем гостям моего канала сегодня хочу вам рассказать вот такой знаете для себя провела маленький итог о том чего же я боялась при переезде и что действительно вообще стоит опасаться что просто оказался таким моим страхом надуманным и мыльным пузырем который быстро лопнул на который я тратила очень много энергии силы в те моменты когда собирала чемананы и не могла спать по ночам и так вот для себя я выбрала вот такой первый страх и там скорее всего я больше переживала при переезде переживала за деток ну именно я переживала за тимофея за школу как он попадет в третий класс не зная абсолютно языка и вот этот страх был ну такой знаете даже про себя не меньше переживал как переживала за него так вот про детей вообще не переживайте это действительно так и есть он уже на третий месяц вот в ноябре месяца он уже писал спокойно ну с математикой вообще проблем нет там одни цифры скажем так и все оказалось в этом плане очень даже хорошо по поводу отношений с одноклассниками здесь конечно уже было чуть чуть сложнее и вот про это кстати надо было больше думать чем про язык сложно было вливаться изначально в коллектив мало того что ты плохо их понимаешь во вторых ты являлся уже существующую команду и на это время нам конечно понадобилась адаптация и немножко запастись терпением поэтому этот миф откиньте страх откиньте для себя полностью и как я уже писала раньше говорила а вот тут посмотрите иммиграция с детками где я подробно рассказывал каком возрасте лучше и каком хуже переезжать но дети действительно хватают язык и новые слова намного лучше чем мы вот мы все еще учим и учим язык а он уже знает и поправляет нас о том как это должно быть и как мы должны разговаривать 2 тоже такой страх при переезде был у меня у меня даже кстати тоже вот есть видео о том что из медикаментов брала с собой в польшу потому что я очень много наслышано было о том что здесь к врачу не записаться запись за полгода и ну чуть ли там не в очередях люди умирают чудит фу слава богу никаких таких серьезных причин у нас диагнозов у нас тут не было но обычная запись терапевта к педиатру можно попасть день в либо можно попасть на следующий день поэтому вот именно с первой помощью такой терапевтической проблем здесь никаких нету и по рецепту выписывали медикаменты спокойно идешь покупаешь вести вот этого не надо было всего потому что части моих медикаментов сроки подходят придется выкидывать конечно да например там глазные капли ушные капли может быть лучше и купить или там какой-то активированный уголь потому что ну есть такие первой помощи скажем так то что надо иметь у себя потому что если там ночью что-то вдруг заболит а например жаропонижающий ли от горла от горла от кашля то такого точно вести сюда не надо здесь можно попасть врачу и это миф о том что записаться надо ждать очередь там полгода да здесь проблемы есть узкими специалистами но в любом случае вы же не по каким-то узким заболеваниям вы же не можете нам наперед все знать и купить а вот первая помощь здесь достаточно быстро и качественно можно и получить вот чемоданы не тащите еще был один такой вот у меня лично страх это том что ну во-первых польша это климат холоднее чем мы ну вот мы жили на юге украины и у меня было такое представление о том что здесь коммунальные услуги очень дорогие поэтому отопление мы будем прикручивать и как следствие в квартире будет холодно я везла я купила я вам серьезно хочу сказать я купила в украине махровые пижамы для детей носки там чуть ли не не вязаны всем тапочки такие настоящие вот я купила думала будем греться чуть ли не у камина на самом деле вот сейчас конец января мы только два раза вдумайтесь только два раза включали отопление потому что очень теплый дом вот дом вот примерно видите на заднем плане вот такие домики трехэтажные в таком доме мы живем и реально он очень теплый под подъезд очень теплый и видно так грамотно сконструировали что действительно очень тепло и мы ничего не включаем нет мы не ходим в трусах в квартире в принципе не вижу никакой необходимости ходить дома в трусах и проветривать проветривать надо но не жить открытыми форточками ходим в обычных спортивных костюмах но не мерзнем и не включаем отопление поэтому вот такой тоже них у меня развеялся и не реально стало в этом плане чуть-чуть легче я понимаю что лишние вещи я покупала они тут абсолютно не нужны потому что видите зима но зеленая трава деревья и не знаю тут действительно тепло и можно в кроссовках проходить или такой хорошей непродаваемой курточки и на этом принципе будет все уже достаточно еще из таких мифов которые ну я например думала наоборот что проблем никаких не будет но оказывается вот об этом я не совсем подумала это взаимоотношения с украинцев с украинцами в польше не хочу сказать о том что ну вот лично я по себе человек который открытый человек который всем всегда рад оказывается что люди которые но может быть уже украинцы которые приезжают и живут достаточно долго то они не сильно рады знакомству так сказать тоже с украинцами и особенно когда вот летом мы только приехали и мне хотелось завести знакомство я писала на форуме на форумы мамочек те которые живут во вроцлаве как-то мало мне отвечали не особо не хотя и только вот одна пара которые мне ответили семейные мы с ними встретились пообщались и они говорят о том что действительно здесь так и есть и и как-то не хотя наши уже с нашими общаются ну чуть-чуть не это конечно обидно и непонятно почему так вот даже приведу пример у нас в классе у тима еще двое родителей тоже с украины и когда мы только приехали пошли в школу я думал вау супер будет с кем хотя бы в школе пообщаться или хотя бы какие-то проблемы помочь но вот прошло полгода мы с ними ни разу не встретились мы неоднократно предлагали ну как там людей не возникло желание сейчас мы уже и не предлагаем скажем так сами выкручиваемся как можем и на своих ошибках скажем так учимся и уже потихоньку въехали в процесс школьный и многом можем сами рассказать и помочь и уже не требуем каких-то помощи ну хотя в тот момент когда надо было ну не сильно опять же нам были в этом может быть рады еще такой нюанс вот тоже все об этом я думаю думают и вот мы думали об этом тоже что здесь именно в польше так круто все при всегда приезжают здесь начинать зарабатывать бешеные деньги и никто никогда отсюда не уезжает так вот за то время как мы здесь находимся мы знаем одну пару которые вернулись обратно в тот город с которого приезжали и у них там намного лучше идет бизнес чем шоу бизнес тут и они прожили почти год и поняли что это не их страна и вернулись обратно в украину и успешно сейчас работают зарабатывают деньги и очень рады что они уехали из польши поэтому об этом я тоже кстати не не задумывалась но вот таких мифы реальности есть и и в этой стороне также еще при переезде у меня уже была информация и надежда к что же было но больше наверное я как-то была морально подготовлена к тому что не сможем мы сразу попасть в бесплатный садик и придется приличную сумму денег платить ежемесячно это оказалось правдой во врослые действительно проблемы с детскими садами и очень сложно попасть особенно среди года особенно когда ты не прошел рекрутацию ну если нет возможности попасть то платить тысячу злотых месяц и ходи в частный детский садик поэтому вот эти опасения к сожалению не не оказались обратными то есть они оказались правдой также оказалась правдой и все вот эти слухи о том что во врослые очень большие очередя на получение документов что даже варшаве можно получить документы за полгода а здесь люди ждут по два года и это действительно так мы знаем очень много знакомых которые ждут полтора-два года на свои документы на один часовой побуд и к сожалению это правда вот мы тоже ждем и по крайней мере не видно никакого изменения в эту сторону почему-то в этом почему-то именно во врослые такая проблема с документами есть поэтому этот миф не оказался мифом а оказался действительно правдой а еще был кстати еще вспомнила еще было у меня такое опасение о том что я не знаю многих законов не знаю особо прав и обязанностей своих и думаю куда идти вот какому там какие-то проблемы какому к юристу сколько это все стоит так вот хочу сказать здесь очень много бесплатной юридической помощи вот лично мы пользовались от фундации украина там определенные дни приходят правники вы можете получить бесплатную консультацию юридическую либо от полициальной школы куда я хожу там тоже два раза в неделю приходит правники тоже можем получить консультацию и это круто действительно что наши люди не остаются скажем так сами себе предоставлены даже если нет у нас денег пойти какие-то качественные да там спросить как бы там с документами как там например переоформить машину что делать как арендовать квартиру какие документы нужно там для того то это ну масса у каждого людей какие-то свой набор истории на по которой он приехал который он хочет остаться тут жить и это круто это реально работает и ты можешь попасть а еще вот тоже такой страх у меня был сейчас у меня его уже нету и у многих людей которые мне пишут в инстаграм это о полициальной школе можно ли поступать без знания языка так вот хочу сказать вам честно что можно попасть и мало того и учиться и во время учебы можно также и учить язык и это действительно так на вас не бойтесь приезжайте учить и поступайте по крайней мере для вас это будет плюс это будут новые знания это будет изучение польского это будет все новые знакомства поэтому не бойтесь учитесь и не ставьте себе никаких преград не ставьте себе никаких блоков ну а так в принципе все остальное вот что думала то и происходит и это очень хорошо специально вот сняла для вас такое видео чтобы как-то и вам может быть если вы планируете переезжать облегчить вот этот рой мысли потому что реально я при переезде я не могла спать по несколько дней и ночей потому что голова просто разрывалась от всех вот тех а вдруг так а вдруг так а вдруг то не получится а вдруг это ну то есть много много всего и вот часть мысли сразу же откиньте если какие-то у вас есть еще страхи есть еще вопросы может быть они для вас кажутся глупыми не бойтесь задавайте их мне чем смогу тем помогу и возможно какой-то грусть проблему от вас уйдет и вам станет немного проще немного легче ну а так на меня все на сегодня я еще раз рада что вы со мной нажимайте на колокольчик для того чтобы не пропускать новые мои видео и всегда быть в курсе со мной делиться со мной радостями ну соответственно я хочу делиться с вами и радостями и какими-то может быть советами напоминаниями ну и просто хорошим настроением и хорошими местами все я побежала всем пока и